Кто-то, меня себя великим аскетом, может отказываться от того, что можно использовать в преданном служении Господу Кришне, считая все материальным. Такого гордеца называют Пхалгу-Вайраги. Но сухое отречение никогда не сделает Пхалгу-Вайраги Вайшнавом, чистым преданным Кришне. Оставив вечное прибежище чистого преданного служения лотосным стопам Гуру и Кришны, Пхалгу-Вайраги может внешне практиковать сознание Кришны в уединении, уйдя от преданных. Но что в этом духовного? Чего бы он не достиг такой практикой, это будет еще одной иллюзией, лишенной вечной духовной ценности. Комментарий Ложное отречение обманщика называется Пхалгу-Вайрагией. Надеть маску показного отречения может и имперсоналист, ищущий освобождение, и преданный, решивший прослыть великим святым. Однако внешнее отречение не доставляет удовольствия Гуру и Кришне. Самодовольный имперсоналист Пхалгу-Вайрагией считает, «Если кто-то более отрешенный, чем я, мир полон материальных привязанностей, а я живу жизнью отшельника и потому освобожден». Беря за точку отсчета материальный мир, он не принимает в расчет преданное служение Господу. Его не только нельзя назвать Вайшнаум, но даже само его отречение неполное. Даже великие Саньяси считаются Пхалгу-Вайрагией, если их отречение не связано с преданным служением Кришне. В комментарии к читанию Чиритамрите Шила Праупада пишет, «По словам Шила Рупагасвами, Саньяса Пракашананды Сарасвати была Пхалгу-Вайрагией, потому что он не занимался преданным служением Господу. Его отречение от мира было искусственным, ибо он не умел использовать материальные объекты в служении Господу. Пхалгу-Вайрагия иногда проникает и в сердце преданного. Под влиянием ложного эго он, маня себя вечным спутником Господа, начинает пренебрегать указаниями духовного учителя. Раздувшийся от гордости, мнимый святой, становится отшельником и думает, «Я само совершенство? Эти неофиты просто не заслуживают общения со мной. Ты о чем такому отрешенному и продвинутому Вайшнау, как я, говорить с ними?» Лучше уж практиковать сознание Кришны в одиночестве. Но, несмотря на претензии на совершенство, такой человек даже близко не подходил к чистому преданному служению, которое доступно лишь для кротких сердцем. Есть разные типы бхалгу-Вайрагии, наиболее распространенные из которых – это внешнее отречение и умствование на философские темы. Безграничны предлоги, которые можно найти, чтобы уклониться от практики преданного служения. В Чайтане-Чиритамрите говорится, Затем Шичайтане Махапрабху рассказал Санатане Гасвами о том, что будет истинным отречением для каждого человека в соответствии с его положением и жизненными обстоятельствами. Он очень неодобрительно отзывался о внешнем отречении и пустом философствовании. Покой ума, который испытывает бхалгу-Вайрагии, далек от блаженства сознания Кришны. Это лишь плод его воображения. Настроение бхалгу-Вайрагии противоречит духу преданного служения. Кришне доставляет удовольствие сотрудничество преданных, а не отшельничество. Более того, это то, чего просил Ишичайтане Махапрабху. Он сказал, «Я всего лишь садовник. Сколько мест я могу посетить один? Сколько плодов я смогу собрать и раздать?» Шилопраупада комментирует этот стих. Здесь Шичайтане Махапрабху имеет в виду Махамантру Арея Кришна, что Махамантру Арея Кришна надо распространять совместными усилиями. Хотя Он — Верховная Личность Бога, Он сокрушается. Как я справлюсь один? Как мне самому обойти всех? Независимо от своего уровня, преданные должны сотрудничать, чтобы объединенными усилиями всегда распространять Махамантру Арея Кришна в любом месте и при любых обстоятельствах. Истинное отречение подразумевает деятельность, доставляющую наслаждение Господу. И Господь в высшей мере ценит, когда преданные наших дней несут послания Господа Кришны обусловленным душам. Сотрудничество в прославлении Верховной Личности Бога — это Санкиртана Ягия, совместное прославление Его святых имен. Те, кто занимаются этим, — очень дороги Кришне. Господь обещает, что их деятельность и жизнь увенчаются успехом. В Бхагавадгите Кришна говорит «Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно станет безупречным Вайшнаум и в конце жизни вернется в мою обитель. В этом мире для меня нет и никогда не будет слуги дороже, чем он». Кто-то может думать, что, отказываясь общаться с преданными и следовать наставлениям гуру, он являет чудеса от решенности. Ум столь коварен, что человек сам не замечает, как начинает завидовать искренним преданным и выискивает в них недостатки. В результате оскорблений он теряет разум и опускается до того, что совсем забывает о преданном служении. Может, на первый взгляд, такое поведение и кажется неимоверной отрешенностью, но в действительности это всего лишь возвращение к материализму. Шри Чайтани Махапрабу, цитируя Бхагавадгиту, объяснил, каковы истинные критерии преданности. Тот, кто никому не завидует, доброжелателен и дружелюбен со всеми, кто перестал считать себя собственником чего бы то ни было и освободился от ложного эго, кто невозмутим в радости и горе, терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью занимается преданным служением, такой преданный, необыкновенно дорог мне, тот, кто никому не причиняет беспокойств и остается невозмутимым, когда его беспокоят другие, одинаково спокоены в радости и в горе, кто не ведает страха и тревог, такой преданный, очень дорог мне, преданный, отстраненный от жизни внешнего мира, чистый, мудрый, невозмутимый и не стремящийся к результатам своего труда, необыкновенно дорог мне, тот, кто не ликует в счастье и не скорбит в горе, кто ни о чем не жалеет и ничего не желает, тот очень дорог мне, того я называю своим дорогим преданным, кто равно относится к друзьям и врагам, невозмутим в славе и бесчести, в счастье и страданиях, почете и позоре, холоде и жаре, того, кто не склонен к дурному общению, молчалив и всем удовлетворен, кто не беспокоится о крыше над головой, кто обрел знания и преданно служит мне, того я называю своим дорогим преданным, дороже всех мне, те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения и считают меня высшей целью своей жизни. Необходимо ясно видеть разницу между Юкта Вайрагией и Пхалгу Вайрагией. Это очень важно для того, кто хочет прогрессировать в сознании Кришны. Несмотря на то, что двери в мир преданности и служение Господу Кришне распахнуты для каждого, метод Бхакти предполагает дисциплину, исследование наставлением духовного учителя и вед, вручение себя Господу, целая наука, и состоит она из нескольких частей. Анакуляся самкалпа, протикуляся варджанам, ракшишятити вишвасу, коптритве варанамтата, атманикшепа карпане, шатвитха шаранагати. Вайшнаф принимает все, что благоприятствует преданному служению и отвергает то, что препятствует ему. Он кроток сердцем и твердо верит в защиту Господа. Предавшаяся душа без остатка отдает себя служению Господу, считая его своим единственным господином. Шила Праупада в комментарии к читанию Чередамрите говорит. Таковы шесть составляющих предания. Первое. Принимать то, что благоприятствует преданному служению. Второе. Отвергать все, что становится препятствием на этом пути. В этом состоит истинное отречение. Третье. Твердо верить в защиту Кришны. Никто, кроме Него, по большому счету, защитить не может. И твердое убеждение в этом называется верой. Она отличается от убеждений имперсоналиста, считающего высшим совершенством духовной практики, слияние с сиянием Браммана и выхода из цикла рождения и смерти. Желания преданного всегда сосредоточены вокруг служения Господу. И поэтому Кришна милостиво защищает его. Четвертое. Преданный считает, что Кришна высший Господин и единственная защита. Он не верит в защиту полубогов или кого бы то ни было еще. Преданный знает, что в трех мирах у него нет другого защитника, кроме Кришны. Пятое. Сама отдача преданного состоит в том, что его поступки и мысли находятся в полной зависимости от Кришны. Для него имеют значение лишь желания Господа. Шестое. Преданный кроток и смирянин. Вашнав приобретает огромный опыт, когда учится очищать мысли от желаний, не связанных с желаниями Кришны. Он знает, что каким бы приятным материальное желание ни казалось, последствия его горькие, зная, что как грубое удовлетворение чувств, так и пхалгу Вайрагия лишь увеличивают его иллюзию и отдаляют от Кришны, преданный старается изо всех сил очистить свой ум от привязанности к ним. Поэтому он всегда следит за чистотой ума, проверяя все свои поступки наставлениями предыдущих очарьев, саду и ведической культуры. Его служение Господу имеет постоянный характер и служа. Он не ожидает ничего взамен. Так, изживая дурные наклонности ума, преданный восстанавливает чистое экстатическое сознание. Суть очищения ума раскрыта в гундича марджина лилия Шичи и Тани Махаправу. В игре «Мытья храма Господа Джаганадхи». Комментируя историю «Мытья храма Гундича» Шила Бхакти Сиданта Сарасвати Такур, ссылаясь на Шикшаштаку Шичи и Тани Махаправу, говорит, что если преданный хочет очистить сердце, чатударпанам марджинам, он должен слушать и беседовать о Господе Шри Кришне, Шинватам Сваката Кришна. Это простой метод. Кришна изнутри поможет нам очистить сердце. Он согласен навсегда остаться в нем и давать душе советы, но с нашей стороны также требуются некоторые усилия, нужно очистить храм нашего сердца, подобно тому, как некогда Махапрабу вычистил храм Гундича, когда сердце безупречно чистое, преданный, обретает покой, и его служение обогащается новыми вкусами. Господа нельзя приглашать на нечистый алтарь, в святилище полное соломы, песка, сорняков и пыли, другими словами, аня Белаша пурна. Как говорит Шила Рупага с вами, аня Белаша это шуньям, гьяна карма дианавритам. Сердце должно быть очищено от всех явных и скрытых мотивов, связанных с кармической деятельностью, эмпирическим познанием, мистической йогой и так называемой медитацией. Желание улучшить свое материальное благосостояние, надежды познать Всевышнего с помощью умозрительных рассуждений и логики, привязанность к деятельности ради плодов, суровым аскезам и покаяниям никак не способствует развитию любви к Богу. Более того, такие желания не позволяют нам пригласить Кришну в сердце и становятся камнем преткновения на пути духовной жизни. Философские измышления, желание слиться с бытием Всевышнего, мистическая йога и медитация подобны крупицам песка, которые раздражают и царапают сердце. С их помощью не удовлетворить верховную личность Бога. Более того, они не дают Господу мирно обитать в наших сердцах. Иногда йоги и гьяни тоже обращаются к Махамантре Арея Кришна, но когда им кажется, что они уже освободились от путматерии, они бросают повторять Святого Имя. Такие люди далеки от преданного служения. Форма и имя Господа не являются целью их устремлений и потому они лишены милости Господа. Бытие храма Гундича имело еще и символическое значение. Шичейтани Махапрабу показал, как преданный должен очищать свое сердце. Сперва он вымел из храма песок и прочий ссор, а затем очистил прилегающую к нему территорию, чтобы песчинки вновь не попали внутрь. Шила Бхакти Сиданта Сарасвати Такур объясняет, что даже если человек воздерживается от кармической деятельности, желания по-прежнему могут возникать. Часто преданные, желая собрать средства для своего служения, открывают какое-то дело, но собирают лишь урожай растений паразитов. Душащих росток Бхакти Кутинати критицизм Пратиштха жажда признания Джива Химса насилие над другими и зависть Нишида Чара действия запрещенные в шастрах Кама желания материальной выгоды и Пуджа жажда преклонения. Слово Кутинати означает двуличие. Можно поселиться в уединенном месте, надеясь, что найдутся глупцы, которые будут почитать нас, как Харидаса Такура. Из-за таких материальных желаний сердце становится твердым, как камень. Несмотря на попытки очистить сердце начинающего преданного, по-прежнему влекут деньги и общение с противоположным полом. Однако нелепо просто пытаться подменить эти ценности другими, только чтобы прослыть великим Вайшнаум или даже Аватарой гордостью сердце не смягчить. Шичейтани Махапраму помыл храм Гундича не один, но несколько раз. Каждый раз более тщательно, чем предыдущий. Вначале он очистил его от песка, камешков, листьев и мелких веток. Во второй раз он выметал пыль и грязь, а на третий очищал мелкие пятна. И, наконец, когда все уже было помыто, он начал вычищать грязь, въевшуюся в трещины на каменном полу. Эта уборка практически пример того, с какой тщательностью преданный должен очищать ум и сознание, если он дорожит сокровищем чистого преданного служения. Шичейтани Махапраму мыл храм, показывая нам пример того, как вычищать грязь, препятствующую чистому служению Господу. Он был совершенно убежден в том, что делал и даже использовал для уборки свою одежду. После первичного очищения сердца в уме все еще остаются тонкие желания, склонность к имперсонализму, манизму и привязанность к успеху в сфере религиозной деятельности Дарма, Ардха, Кама и Мокша. Они подобны пятнам на чистой ткани, которые Шичейтани Махапраму также хотел отстирать. Он показал пример того, как очистить сердце. Как только сердце очистится, мы должны пригласить в него Господа Кришна и отпраздновать это событие раздачей Прасада и повторением Махам Мантры Арея Кришна своим личным примером Шичейтани Махапраму учит всех преданных. Он провел уборку в храме Гундича, показывая, как очистить и смягчить сердце, подготовив его для прихода Господа Ши Кришны. Духовно болен тот, кто поступает вопреки воле Господа. Горькие плоды тех поступков, что не связаны с Кришной и не имеют своей целью доставить ему удовольствие. Показное отречение, мотивированное не самыми чистыми желаниями, возникшими под влиянием ложного эго, вот подводный камень, препятствующий мирному течению потока Бхакти. Это еще один трюк Майи, на который попадаются даже опытные преданные. Тот, кто честен с собой и искренне хочет в этой жизни развить любовь к Кришне, не может допустить, чтобы его ум впитал яд подобного лицемерия и обмана, какой бы псевдодуховностью они не прикрывались. Прогрессируя в преданном служении, человек должен научить ум распознавать тонкие уловки Майи и обходить ловушки, которые она столь искусно расставляет на нашем пути. Гордость — первый признак духовного падения. Когда преданный начинает гордиться собой, он перестает бояться Майи и думает, что ему уже не нужно обществу преданных и начинает игнорировать указания духовного учителя. В результате он попадает под полный контроль материальной энергии и сходит с пути чистого преданного служения. Нужно всегда бояться впасть в иллюзию и возгордиться. Страх в сознании Кришны отводит от преданного беды и помогает избегать ловушек, расставленных коварной Майи на пути обратно к Богу. Гордость же делает человека опрометчивым и уязвимым. Преданный зависит от защиты Господа Кришны и потому не боится смерти. Однако он страшится скверны материального мира, которое может сбить его с пути преданности. Шила Праупада говорил, что этот страх – трансцендентное достояние преданного. Человек, стремящийся к чистому преданному служению Господу и любви к Нему, должен бояться оскверняющего влияния Майи. Шила Праупада недвусмысленно говорит об этом в своем комментарии к Шимадбхагаватам. Чистый и преданный благодаря девяти методам Бхакти-йоги – слушанию, повторению, памятованию, служению лотосным стопам, поклонению Божествам, вознесению молитв, служению, дружбе с Господом и полной самоотдаче всегда находится на трансцендентном уровне. Он не оказывается во власти материального мира, даже находясь в нем. И все же он считает, так как я связан с материальным миром, мое сознание попадает под его влияние. Он всегда анализирует состояние своего сознания, проверяя, не овладели ли им привязанности. Постоянный страх матери Деваки перед Камсой символичен, поскольку он служит средством очищения. Чистый преданный должен всегда бояться асуров материальных связей. Только тогда он сможет победить их, как шат гарба суры были убиты Камсой. Говорят, что Маричи появился из ума. Другими словами, Маричи олицетворяет ум. У него есть шесть сыновей Кама, Кротха, Лобха, Моха, Мада и Мацария. Пожделение, гнев, алчность, иллюзия, безумие и зависть. Верховную личность Бога можно увидеть через окно чистого преданного служения. Это подтверждается в ведах. Бактира Ваеном Даршайте, только Бактия позволяет установить отношения с Верховной Божественной Личностью. Кришна появился из лона Деваки и потому Деваки символизирует Бактия. Камса воплощает материальный страх. Когда преданный начинает бояться запутаться в материи, в нем проявляется Бактия и он естественным образом теряет интерес к материальным наслаждением. Когда страх убивает шестерых сыновей Маричи и материальная скверна уходит, в лоне Бактия появляется Верховная Личность Бога. Поэтому седьмая беременность Деваки символизирует явление Верховного Господа. Камса Кротх Лопх Мох Мада и Мацария убиты приходит Шеша чтобы создать благоприятные условия для явления Верховной Личности Бога. Другими словами Господь Кришна являет Себя нам когда пробуждается наше изначальное сознание. Это объяснение дает Шилавиш Ванадха Чакраварти Такур. Несмотря на то, что Господь Ши Кришна явил свою форму вишну, Деваки Мать Кришны боялась, что злой царь Камса убьет его. Под влиянием Йога Майи внутренней энергии Господа объятая материнской любовью Деваки забыла о безграничном могуществе Кришны и о том, что Он Сам Бог. Она думала, что Он зависит от ее заботы. Одержимая страхом, она молила Кришну принять облик обычного младенца, боясь, что иначе она не сможет спрятать его от Камсы. Хотя ни один демон не может убить верховную личность Бога, Деваки, охваченная материнской любовью, вознесла следующую молитву. Я понимаю, что этот неземной облик ты являешь великим мудрецам, достигшим совершенства медитации, но все же я боюсь, что узнав о твоем появлении, Камса придет сюда и попытается повредить тебя, поэтому умоляю, скрой на время этот образ от наших материальных глаз. Чистый преданный Господа Кришны видит, что движение сознания Кришны не отлично от Господа и потому он считает своим личным служением постоянно расширять его. Это сокровенное служение увеличивает любовь преданного к Господу. Шила Праупада беспокоился об искон так же, как мать Деваки переживала за Кришну. Шила Праупада пишет Шукадева Гасвами продолжал Увидев в своем ребенке все признаки Верховной Личности Бога, Деваки была поражена, но, испытывая страх перед Камсой, начала возносить молитвы Господу о безопасности своего дитя. Комментарий Деваки и ее муж Васудева знали, что их ребенок Верховная Личность Бога и что царю демонов его не убить, но, помня о предыдущих злодеяниях Камса, они все же боялись, что он может убить Кришну. Мы тоже беспокоимся о том, чтобы наши движения не уничтожили Асуры. Долг Махатму повторять мантру Харея Кришна и прилагать все усилия, чтобы она распространилась по всему миру. К сожалению, общество настолько нецивилизованно, что есть так называемые Махатмы, готовые убивать коров, детей и остановить движение Харея Кришна. Такой нецивилизованной деятельностью в частности занимались те, кто выступал против Бомбейского центра движения Харея Кришна Харе Кришна Лэнд. Но как было невозможно убить очаровательного ребенка Девы Киева Судевы, точно так же и нецивилизованное общество, хотя и чинящее препятствие движению сознания Кришны, не сможет остановить его. Но хотя Кришну не убить, Пасудева, как Отец Кришны, боялся, что вот-вот придет Камса и убьет его, подобным же образом, хотя Кришна и его движения не отличны друг от друга, мы боимся, что Асуры в любой момент могут остановить его. Не следует путать страх, который испытывает преданный, со страхом материалиста, страх преданного перед Майей помогает ему остаться в сознании Кришны и крепко держаться за лотосные стопы Господа, а Кришна в свою очередь наделяет своего преданного бесстрашием. Поэтому страх преданного перед Майей и полная зависимость от Гуру и Кришны духовны. Обладая духовным знанием, преданный не боится смерти, материалист испытывает страх, зная об опасностях материального мира. В камсу вселяло страх ожидания неминуемой гибели. Иногда материалисты хвастаются «Я не боюсь смерти». Но это притворство. В этом мире, не имея сознания Кришны, каждый боится умереть. В Бхагавадгите Кришна говорит «Я всепожирающая смерть». Никто не избежит смерти, ни ученый, ни философ, ни могущественный царь, ни политик, ни благотворитель. Каким бы могуществом не обладал человек, ему придется умереть. Неверующего смерть неизбежно заставляет осознать существование высшей силы. Несмотря на то, что атеист всю жизнь отрицал существование Бога, в момент смерти он вынужден признать его несокрушимое могущество. Смерть устрашает материалиста, но для чистого предного она момент встречи с Кришной. Предный не умирает, а всего лишь оставляет тело. Единственное, чего боится чистый преданный, это забыть Кришну. Поэтому, зная, что Пхалгу Вайраги это просто еще одна уловка Майи, Вайшнавы не приемлют сухое отречение, лишенное преданности Кришне. Или Нирджана Бхаджин без общения с преданными. Пхалгу Вайраги это духовная болезнь, лишающая сознание Кришны. Если человек заражен вирусом Пхалгу Вайраги, у него практически не остается шансов стать чистым преданным в этой жизни. Поэтому Шила Бхакти Сиданта Сырм Сырм Настой Сырм Настой Настой советует преданным быть юг Та Вайраги и не позволять мыслям Абхалгу Вайраги уводить себя от общества преданных Господа. Никогда не прекращайте преданного служения в обществе Вайшнауф, ибо оно благословлено самим Богом Шри Кришной. Субтитры создавал DimaTorzok